Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаевой Черкесии провели форум для молодежи в рамках профилактических мероприятий с ненавистью и ксенофобией «Нам не по пути». На этот раз стражи правопорядка собрали студенческую молодежь к ЧГУ имени Умара Леева. Спикеров объединила общая тема терроризм и экстремизм, меры борьбы с этим злом и профилактика пагубных явлений в молодежной среде. К диалогу подключили и иностранных студентов. С докладом к собравшимся обратилась оперуполномоченная Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаевой Черкесии Оксана Кочубеева. Сотрудник полиции отметила, наша общая цель – не допустить распространения экстремистской идеологии. Присутствующим рассказали о таких понятиях, как вражда и ненависть, унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождение, отношение к религии и формирование в целом нетерпимости к экстремистской идеологии. Студенты были предупреждены об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистского характера. Руководитель регионального исполкома ОНФ Людмила Капушева подчеркнула важность проведения форума с такой актуальной тематикой. Темы поднимались масштабные и злободневные, о формах и инструментах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций и о мерах противодействия. Как на сегодняшний день реализуются мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, о временных мерах поддержки безработных от трудоустройств и граждан в условиях пандемии, расскажет гость нашей программы, директор управления Центра занятости населения по Адыгихабльскому району Дина Джамбекова. С ней беседовала Алла Качиева. Добрый день, Дина Мухамедовна. Сегодня мы будем говорить о временных мерах поддержки безработных по Адыгихабльскому району. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. На сегодняшний день сколько состоит у вас безработных на учете по всему Адыгихабльскому району? И насколько изменилось это число со времен пандемии? Добрый день. На сегодняшний день в Центре занятости по Адыгихабльскому району зарегистрировано 120 человек. Эта цифра вообще в течение года колеблется. То увеличивается, то понижается. Естественно, во время пандемии, во время коронавирусной инфекции, во время распространения эта цифра была больше. Но в данный момент сейчас она уменьшилась. И на сегодняшний день такое положение вообще. Расскажите, пожалуйста, о временных мерах поддержки безработных в условиях коронавирусной инфекции, в условиях пандемии. В целях дополнительных мер поддержки работодателей и граждан, постановлением правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года, номер 409, предусмотрено финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ, при участии граждан, зарегистрированных в целях подходящей работы в центрах занятости, и которых Центр занятости направляет на эти общественные работы. При этом хочу отметить, что в период участия в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице. Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность, и которую мы пытаемся организовать, чтобы поддержать, оказать социальную поддержку для граждан, ищущих работу. Субсидия предоставляется в форме финансового обеспечения затрат, при этом возможно в форме авансирования в размере до 100%. Субсидирование предусмотрено юридическим лицам за исключением государственных муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям, принявшим работника на общественные работы, которые направили Центр занятости, то есть по нашим направлениям. Общественные работы могут быть организованы по разным направлениям трудовой деятельности, и они не требуют специальной подготовки работников. Размер субсидий на частичную оплату труда работника одного работника в месяц равен величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов во все государственные внебюджетные фонды. Период занятости в общественных работах не может быть больше трех месяцев, то есть от одного месяца до трех месяцев. Кто имеет право на получение субсидий, кто имеет право участвовать на возмещение затрат? В первую очередь это те работодатели, у которых отсутствует просроченная задолженность по всем налогам и сборам, которые не находятся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства. У которых отсутствует ограничение денежных средств, находящихся на счетах в банках. Отсутствуют ограничительные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Все сведения о субсидии, все, что касается субсидирования, все размещается на официальном сайте управления службы занятости и на едином портале. То есть каждый имеет доступ и каждый может ознакомиться для того, чтобы принять участие в данном мероприятии. Отбор проводится службой занятости на основании заявок от работодателей в порядке очередности поступления заявок. Результаты отбора также размещаются на сайте и на портале. Для получения субсидии участник отбора направляет пакет документов в центр занятости. В свою очередь центр занятости рассматривает комиссионно весь пакет документов на соответствие критериям. И руководителям выносится решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. В пакет документов сюда входит заявление о предоставлении субсидии, выписка из единого государственного реестра юрлиц или индивидуальных предпринимателей. И самая главная справка об отсутствии задолженности по всем налогам и сборам. Это с налогового органа и с фонда социального страхования. Если пакет документов соответствует всем критериям, то заключается соглашение между работодателем и центром занятости. Это соглашение в обязательном порядке заключается при использовании государственной интегрированной информационной системы и электронный бюджет по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. Это определенная типовая форма. После заключения соглашения субсидия перечисляется на счет работодателя не позднее 10 дня со дня заключения соглашения. С лицами, желающими участвовать в данном мероприятии, в общественных работах, работодатель заключает срочный трудовой договор. Показателем результативности мероприятия является количество трудоустроенных граждан, направленных центром занятости на общественные работы, на сроки, предусмотренные данным соглашением. Работодателям в центре занятости населения по итогам работ предоставляется отчет о достижении результата предоставления субсидии, в том числе расходная ведомость по выплате заработной платы. Что касается центра занятости по Адыгихабльскому району, мы заключили соглашение с нашим местным ООО «Водоканал», направили 14 человек на общественные работы. И в данный момент работы ведутся в продолжительность до конца декабря. Спасибо большое за эту полезную беседу. В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в Центре молодежного инновационного творчества состоялась встреча школьников с представителями Министерства юстиции, Управления Федеральной службы судебных приставов и Государственного юридического бюро республики. Диалог с акцентом на права и обязанностей получился познавательным. В этом убедилась Фатима Даурова. Начиная с 2013 года, 20 ноября в России посвящаются деятельности, направленной на правовое информирование и консультирование родителей, опекунов, попечителей и, конечно же, детей. Заинтересованные ведомства предоставляют бесплатную юридическую помощь. Целью данного мероприятия является оказание детям бесплатной юридической помощи, повышение правовой грамотности, адресная помощь детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, адресная помощь семьям, которые воспитывают детей. Влияет ли судимость на получение образования и выбор профессий? На какие должности можно рассчитывать, если подросток стоял на учете? Вернут ли смертную казнь в России? Как сделать общение в соцсетях безопаснее? Эти и другие вопросы обсуждали участники конструктивного диалога. Для экспертов ребята подготовили вопросы и по ходу встречи уточняли нюансы, поднятые спикерами темы. Я считаю, что подобного вида мероприятия, встречи должны проводиться как можно чаще, потому что именно на этих мероприятиях, событиях мы узнаем много нового и подчеркиваем для себя что-то. Сейчас у нас данная тема – киберпуллинг, мошенничество в интернете. Я считаю, что это очень серьезная тема на данный момент в век развития технологий. Особенно, когда даже самый маленький ребенок, того же, возьмем первоклассника какого-нибудь или детсадовца, уже может спокойно зайти в интернет. И что он для себя может подчеркнуть там? Поступает очень много звонков от лиц, которые воспитывают детей. Разъясняются определенные ситуации. И на тех мероприятиях, которые уже мы провели, мы видим живой диалог с детьми. Дети, несмотря на свой юный возраст, задают очень интересные правовые жизненные вопросы, ситуации. Первое, что интересует детей – это вопросы трудоустройства, как они могут реализовать свои трудовые права. Выступающие также донесли до детей, что вместе с правами дружно шагают и обязанности, про которые нельзя забывать. Такие консультативные беседы будут проходить по всей республике в рамках Дня правовой защиты детей. Также организованы специальные пункты, где ведется прием граждан. Фатима Даурова, Олег Молхожа, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после мы продолжим выпуск. Спешите только до 27 ноября в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Юные участники Дорожного движения школы Аула Бавука совместно с сотрудниками ОГИ БДД Межмуниципального отдела МВД России Хабецки провели профилактическое мероприятие под названием «Живая стена». Дети выстроились вдоль дороги с плакатами, на которых были написаны обращения к водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Другая группа детей совместно с инспекторами ДПС вручали водителям автомобилей заранее подготовленные письма с убедительной просьбой не нарушать ПДД, всегда быть бдительными, внимательными и проявлять взаимное уважение на дороге. Водители с удовольствием встречали детей и получали от них красочно оформленные письма, благодарили за неравнодушное отношение к безопасности дорожного движения и за проведение данного мероприятия. Стартовал месячник по безопасности дорожного движения в период с 14 ноября по 14 декабря сотрудниками госавтоинспекции на территории Карачаева-Черкесии. Мероприятие проводится в целях снижения уровня аварийности, основными причинами которого являются выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение ПДД пешеходами, а также нарушение правил перевозки детей. Ученики школы номер 6 Черкеска провели челлендж, в котором демонстративно прошлись по пешеходной зебре, раздали водителям листовки с правилами дорожного движения вблизи учреждения образования, а также пешеходам вручили светоотражающие значки. Данные акции нужны для привлечения внимания водителей и пешеходов, взаимоуважения на дороге, чтобы меньше ДТП было, чтобы меньше пострадавших. В связи с этим проводится. В дальнейшем челлендж передается другим школам. У нас уже распланировано, то есть каждый день будем проводить в разных школах города Черкеска данные мероприятия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных. Жду вас у экранов телевизоров. Завтра в 8 утра в итоговой программе «События недели». Всего доброго.